Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Галины Булгакова. Коротко о главном. На дороге и школы больше половины всех денег. В Сургутском районе утвердили бюджет 2019. С горок и на собачьих упряжках в Старом Сургуте ледовый фестиваль. Первое место у сургутяна в нашем городе прошел турнир по боксу. Губернатор Югры Наталья Комарова завтра работает в Сургуте. Глава региона встретится с Сергеем Захаровым, первым заместителем командующего Уральским округом войск Национальной гвардии. Также Наталья Комарова в Центре по правам ребенка побеседует с родительской общественностью и с уполномоченным по правам ребенка в Югре Татьяной Маховиковой. Вечером губернатор проведет круглый стол со спортсменами Сургута в спортшколе Аверс. В Сургуте определили лучшие социальные проекты. Глава города рассмотрел более 30 инициатив на традиционные выставки некоммерческих организаций. За 7 лет работы здесь презентовали несколько сотен общественных проектов, с помощью которых удалось решить проблемные вопросы жизни Сургута. Чтобы проекты работали с большей эффективностью, в выставке будут участвовать представители бизнеса, градообразующих предприятий и органов власти. В этом году первое место занял проект «Радио.Точка», говорит юный инспектор движения Сургута, Центра детского творчества. Второе – популярная наука в Сургуте, вторая сессия, интеллектуального клуба. Третье – проект благотворительная акция «Шаг навстречу» школьного актива города. Специальный приз жюри выставки получила студия «Нескучающие ручки» за мастер-классы для особенных людей. Бюджет принят, главный финансовый документ Сургутского района остается сбалансированным и социально направленным. На что потратят больше десятка миллиардов рублей, главные параметры бюджета изучила Ольга Нахаева. Все принятые обязательства должны иметь источники финансирования, убеждены в администрации Сургутского района. Из этого главного правила и исходили привёрстки. Защитить проект бюджета удалось на заседании местного парламента 14 декабря. В следующем году расходная часть бюджета составит около 11 миллиардов рублей, доходная часть на полмиллиарда меньше. Более 50% это безвозмездные поступления, то есть это поступления от высшестоящих бюджетов и недропользователей, поступления которые идут. Порядка 41,8% это доходы налоговые. И 76% это не налоговые доходы, это доходы от использования имущества, поступления различных штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, реализация имущества, которым является собственник Сургутский район. Образование, культура, социальная политика, трансферты по этим статьям составят около 60% расходной части всего бюджета Сургутского района. Кроме того, есть и другие приоритетные расходы, среди которых реализация программы по улучшению жилищных условий, ремонт дорог, образовательных учреждений, строительство, благоустройство. Серьёзные средства будут выделены на возведение и реконструкцию объектов коммунального хозяйства. Мы, знаете, да, осуществляем реконструкцию ВОЗ Лентора, то есть там объём инвестиций в год составит порядка 130 миллионов рублей. Модернизация котельных в трёх поселениях, то есть это перевод с нефти на сжиженный газ, тоже порядка 60 миллионов рублей. Ну и мы увеличиваем также по реконструкции сети. То есть рост действительно значительный, но направданный, потому что мы повышаем эффективность нашего хозяйства, хозяйства коммунального. Запланировано, что прирост доходной части ежегодно будет достигать 3-4%. Кроме того, в муниципалитете надеются и на дополнительное финансирование. Яркий пример 2018-го. Первоначально главный финансовый документ по доходам планировался на уровне 10 миллиардов и 220 миллионов рублей. Под конец года ожидается, что исполнение вырастет на 2 миллиарда. Главным образом за счёт трансферта на переселение из окружной казны. Ольга Нахаева, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут.Интерновости. Доскональная проверка. Сотрудники отделения технадзора городской ГИБДД совместно с коллегами с Сургутского района устроили тотальную инспекцию транспорта, который задействован в пассажирских перевозках. Какие нарушения выявили и какова цель рейда? Об этом Татьяна Расторгуева. Время для тотальной проверки пассажирского транспорта сознательно выбрано напряжённым вечерний час пик. Таким образом, удаётся охватить внимание максимальное число автобусов и такси. Особое внимание обращаем к нарушению режима труда и отдыха водителей, техническому состоянию транспортных средств и вообще легализации, легально ли осуществляется перевозка. Проверяем рулевое управление, тормозную систему, утечку сжатого воздуха, имеется ли бы утечка сжатого воздуха с тормозной системой. Распечатки с технического средства контроля труда и отдыха водителя делаем. По признанию тех водителей, которые следят за состоянием своей техники, подобных рейдов они не боятся. Несмотря на обязательный контроль на предприятии, шофёр и сам заинтересован в том, чтобы автобус не ломался. С утра проходим, медика, медосмотр, потом самые у ворот механики проверяют. Сами смотрите перед тем, как сесть за ручку? Ну, конечно. Что смотрите? На что внимание обращаете? Масло, всё это самое, лампочки, чтобы горело, всё работало, жидкость тормозную, всё. Водитель пассажирской маршрутки, которая следует по номеру 201 из посёлка Белый Яр в Сургут, по собственному признанию работает в транспортной компании всего несколько дней. Проверку сотрудников ГИБДД он не прошёл. Медосмотры делают. А технику проверяют перед выездом? Проверяют, все проверяют. Как положено, всё делают. А вы сами смотрите за машиной, когда садитесь за ручку? Конечно, смотрю. Что смотрите конкретно? Постоянно, чистая машина. Каждое утро смотрю, да, колёса. Карта фотографа отсутствует, будете составить протокол у нас. В техническом средстве контроля труда и отдыха водителя отсутствовала личная карта водителя. Кодексом предусмотрена статья 11.23, кодексом административных правонарушений, то есть использование технического средства контроля труда и отдыха водителя без карты водителя. Водитель получит от 1000 до 3, должное лицо, осуществляющее выпуск на линию транспортного средства, получит штраф от 5 до 10 тысяч. Список наиболее распространённых нарушений среди этой категории транспортных средств возглавляет как раз пункт, связанный с тахографами. Либо прибор неисправен, либо его нет, или же есть какие-то проблемы с карточками водителей. Ну а практику подобных рейдов в Сургутской ГИБДД считают успешной и могут продолжить. Вполне возможно, ещё даже в этом году. Татьяна Расторгова, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут.Интерновости. Администрация города предлагает всем сургутянам поучаствовать в конкурсе на лучшую ёлку, горку, фасад и территорию. Причём новогоднее дерево может быть натуральным, искусственным или вообще дизайнерским. Главное, чтобы выше трёх метров. Заявки принимают до 19 декабря в Департаменте архитектуры и градостроительства. Там же можно взять положение о конкурсе. А тем временем маленькие сургутяне уже в прямом смысле обкатали ледовые городки на этих выходных. Напомню, в этом году таких площадок семь. А всего на новогоднее украшение города власти выделили 15 миллионов рублей. Подрядчики планировали закончить работу к 15 декабря, но дозаливали горки и вырезали вензеля и в минувшее воскресенье. Впрочем, дети таких нюансов даже не заметили. Всё здорово! Понравилось? Ага. Что понравилось больше всего? Понравилась горка. Понравилась горка и лабиринт. И лабиринт? И горка. Если звать Деда Мороза, то лучшего в России, а если скульпторов, то победителей международных соревнований. В Старом Сургуте открылся фестиваль ледовых скульптур. В этом году он называется «За хрустальными кулисами», так как следующий год в России решено посвятить театру. На протяжении 20 лет историко-культурный центр держит марку, приглашает опытнейшую команду скульпторов, чтобы каждая фигура выглядела как произведение искусства. В этом году сюжетами для хрустального ансамбля выступил Большой театр. Кармен, Корида, Маски, а также есть персонаж из одной из самых известных сказок о кукольном театре – Карабас-Барабас. Все это великолепие будет стоять в Старом Сургуте и радовать посетителей, пока не растает. На официальном открытии Старый Сургут всегда устраивает шоу. На этот раз приятным сюрпризом для детей было общение с победителем Всероссийского съезда Деда Мороза в России Анатолием Лупашко, а также театрализованная программа. Здесь представлены лучшие образцы театрального искусства, театральных образов. Я уверен, что они, как всегда, будут радовать горожан. Более 60 тысяч человек за сезон проходит здесь, через территорию Старого Сургута, и имеют возможность насладиться, сфотографироваться. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, Рождеством, пожелать всем мира, добра, терпения и успехов в Новом Году. В рамках фестиваля развернется творческий проект «Старо-Сургутское новогодие». В нем детская мастерская, ледовая лаборатория, где пройдут опыты со снегом, театр кукол, кузовок югорских сказок, интерактивные программы «Театр светлых сказок», творческая студия «Терем-рукодельниц», где можно будет изготовить рождественские игрушки и сувениры. Дети постарше смогут пройти квест «Лисими тропами» и этнографические эстафеты «Игра-югра». А малыши смогут покататься с горок и на собачьих упряжках. Также для всех желающих зальют каток. В Сургуте подвели итоги традиционного турнира по боксу. В 11-й раз побороться за призы объединенной первичной профсоюзной организацией компании «Газпром Трансгаз Сургут» приехали несколько десятков спортсменов из Югры и Ямала. Подробности расскажет Дмитрий Круковец. Традиционный турнир по боксу среди юношей в компании «Газпром Трансгаз Сургут» проводят уже 11 лет, с 2007 года. При участии профсоюза газовиков эти соревнования прочно закрепились в спортивном календаре нашего города. «Профсоюзная организация учреждает этот турнир ежегодно. Впервые он, наверное, проходит в несколько едином формате, потому что здесь возрастная категория. Сейчас ограничения прошли по возрасту участников от 12 лет, поэтому, может быть, первый год не такой массовый. У нас в одни года до 160 участников. Сегодня фактически меньше половины от максимального количества». Законодательство действительно изменилось. Требования к занятиям боксом для детей гласят, что полноценно заниматься этим видом спорта теперь могут ребята, начиная только с 12 лет. Потому в управлении спортивных сооружений «Факел» задумались над открытием специализированных групп. «Мы будем открывать для них специализированные группы подготовки с профилем вот этих направлений, где будет безопасно, но тем не менее они уже и мышлением, и чисто физически будут готовиться вот в это любимое направление, к которому они стремятся». Несмотря на небольшое число участников, турнир в итоге оказался представительным. На соревнования приехали ребята из нескольких муниципалитетов Югры и Ямала. «Участников около 50, потому что в этом году поменьше народу в связи с тем, что проходят сейчас в данный момент в других городах тоже турниры». Для некоторых ребят эти старты первые в жизни. Для кого-то возможность попасть на карандаш к тренерам сборных команд города и округа. «Три боев. Отборочная, полуфинал и финал. К каждому бою нужно готовиться по-разному, потому что в каждом бою разные противники. Эти соревнования для меня значат, что я хочу проверить свою силу в этом бою и хочу пойти дальше». Ибрагим Исаков, представляющий спортшколу «Факел», оказался в числе победителей открытого турнира. Его почин поддержали и партнеры, которые принесли общекомандное первое место. На второй строчке в неофициальном командном зачете боксеры другой сургутской спортшколы «Ермак». Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. 0-17. Сургутская хоккейная команда «Олимпиец», составленная из ребят 2006 года рождения, на своем льду принимала сверстников из омского авангарда. Матчи проходили в чемпионате среди спортивных школ Урала, Сибири и Поволжья. А мячи – одни из фаворитов под группы сильнейшие. В первом круге на домашней арене они добились двух побед над командой Сургута с общим счетом 21. «Олимпиец» не сумел справиться с сибириками и в отчетных играх. Первая встреча завершилась со счетом 0-8 в пользу гостей. Мы, конечно, играем в быстрый хоккей, пытаемся всегда насоседать на соперника, играем всегда в пас. У них тоже было много моментов, и мы допускали ошибки, и поэтому игра складывалась тяжело. Во второй встрече «Олимпиец» нанес поворотом соперника всего 10 ударов за матч. Гости бросали гораздо чаще, при этом каждая четвертая атака завершалась голом. Сургутяне забить вновь не смогли и уступили с результатом 0-9. Общий счет минувшей домашней серии матчей – 0-17. С тремя набранными очками наша команда занимает последнее, шестое место в своей подгруппе. До конца первого этапа сибиряне через неделю сыграют на выезде против Тюменского легиона. Команды с четвертого по шестое место, в другой группе встречаемся. Ну и там постараемся, как говорится, залезть как можно выше там. Главное не занять там последние места, чтобы вылетают в вторую группу. Будем стараться играть на победу. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Далее коммерческая информация и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До свидания. Один из самых крупных в Югре фитнес-клуб Evolution Fit официально распахнул свои двери. Среди гостей праздничного вечера разыграли подарочные сертификаты и главный приз – iPhone X. Клиентам представили новое оборудование на площади более 2500 квадратных метров и тренерский состав клуба Evolution Fit. Огромная зона кроссфит, почти 500 квадратов, более 30 видов кардиооборудования, каково 100 силовых тренажеров, силовые тренажеры ведущих европейских производителей, в частности техноджим, три зала групповых программ. Клиенты абсолютно разные. У нас есть как детские группы для совсем маленьких детей, так и люди пенсионного возраста у нас тренируются. Для них также специальная цена. Поэтому мы всех ждем в нашем фитнес-клубе. Места всем хватит. Evolution Fit укомплектован новыми современными тренажерами на разные группы мышц. В ближайшее время здесь установят дополнительное оборудование для эффективного тренинга. В фитнес-центре есть зона свободных весов, зона единоборств, проводятся различные групповые занятия. К нам могут приходить клиенты с разным уровнем готовности. У нас новый тренерский состав. На сегодняшний день мы предлагаем очень доступную, хорошую цену, при том, что все оборудование у нас является абсолютно новым. Те клиенты, которые занимались в прежнем клубе до нас, могут приходить со старыми абонементами и заниматься в новом клубе. Кроме того, совсем скоро клуб расширит направление фитнес-подготовки для всех жителей Сургута. И только до 30 декабря в Evolution Fit проводится акция. Год фитнеса всего за 9900 рублей. Администрация города Сургута реализует государственные полномочия по государственному управлению охраной труда с 2012 года. И с этой целью управлением по труду проводятся мероприятия по охране труда. В 2018 году администрации города проведено более 40 отраслевых и тематических семинаров в совещании по охране труда. Организовано 9 выставок экспозиции средств индивидуальной защиты с демонстрацией их эксплуатационных свойств. Данная выставка очень полезна в смысле обмена опытом с коллегами, потому что каждое предприятие имеет свой опыт развития, свой опыт производства. И когда происходит общение на таких мероприятиях, этот опыт расширяется. В 2018 году проведены городской конкурс работников организации города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений, городской фотоконкурс по охране труда «Труд в объективе», городская конференция по вопросам охраны труда «Сохрани жизнь и здоровье», участниками которой стали более 400 специалистов организации округа. Участникам мероприятий представилась возможность пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, отработать навыки сердечно-легочной реанимации. Выражаем благодарность организациям города Сургута за участие в городских мероприятиях и активное взаимодействие с администрацией города. Мы плотно взаимодействуем с городской администрацией, с органами местного самоуправления, участвуем в различных конкурсах по охране труда, которые организует администрация города Сургута. И как результат эффективной совместной работы администрация города Сургута по итогам ежегодно проводимого всероссийского конкурса «Успех и безопасность» награждена золотой медалью победителя конкурса в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» с присвоением статуса первое место во всероссийском рейтинге эффективности деятельности в области охраны труда среди муниципальных образований Российской Федерации. Город Сургут возглавляет всероссийский рейтинг муниципальных образований уже во второй раз. Танец — это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. 23 декабря на сцене концертного сала «СурГПУ» Московский театр кошек Юрия Куклачева с очень веселым спектаклем «Новый год и кошки». От Абхази до Камчатки Все, что особенно вкусно. Разнообразие икры, элитные породы красных рыб по традиционным рецептам. Приходите и попробуйте. Сургут с 20 по 29 декабря. ТЦ «Богатырь». Новогодняя сказка уже в магазинах «Ивановский текстиль». Волшебное постельное белье, подушки, одеяло, чудесные подарочные комплекты полотенец, феричные скатерти и аксессуары для праздничного стола. И на все на это до конца декабря скидки до 70% для организации особые условия. В наличии подарочные сертификаты. «Ивановский текстиль». Порадуйте себя и своих близких. 1 миллион 750 тысяч рублей. И вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой». Улица Есенина, 2. Телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. И о погоде на 19 декабря. Здравствуйте в студии Айгуль Кунахович. Новый Киосит. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды – Киа-центр «Сургут». Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. В среду погода в Западной Сибири обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, за которым будут прорываться разрозненные снеговые облака и более студеный арктический воздух. А температурный фон вернется в климатическую норму. Ночью в Сургуте окрестностях облачно-кратковременный снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 10-15. Утром с прояснениями местами возможен небольшой снег. На столбиках термометров около 20 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Направление ветра северо-западное 5-10 метров в секунду. Температура 19-24 ниже нуля. А вечером похолодает. Новогодняя распродажа в магазине «Домашний погребок». До конца декабря дистилляторы, анкерки, расписные самовары, посуда и радиоприемники в стиле ретро со скидкой 10%. «Домашний погребок» – есть подарочные сертификаты. В магазинах «Домашний погребок» в декабре скидка 10% на весь ассортимент. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 767 мм тутного столба. Земля, земля, суперроботы прибыли на планету. Место локации магазин «Карапуз» танцуют, играют, поют, стреляют уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин